В канун 9 мая мы показывали сюжет о том, что в Ноябрьске почти год, по сути, на нелегальном положении проживает 86-летняя участница Великой Отечественной войны Мария Марковна Гонца. В таком статусе она пребывает из-за того, что дочь, которая привезла ее в наш город из Украины, не смогла оформить матери вид на жительство. Уже здесь на месте выяснилось, что у бабушки проблемы с документами, а собрать в Ноябрьске полный пакет бумаг люди не смогли. Где-то им не пошли навстречу, и с каждым днем участнице войны становится все хуже, и ходить по инстанциям у нее уже просто нет сил. Повторюсь, зная о своих проблемах с бумагами, мать и дочь ни на кого не в обиде. Тем не менее, оказывается, что у нас в городе существует возможность не гонять стариков по служебным и медицинским кабинетам. Все чаще на постоянное проживание в Ноябрьск дети привозят своих престарелых родителей. И если те после распада Советского Союза оказались гражданами другой страны, например, Украины, как Мария Гонца, естественно, потребуется оформление необходимых документов. Вот только озаботиться этим вопросом лучше до поездки, хоть и в ближнее, но все-таки за рубеже. Тогда и без того нелегкая забота о стариках не омрачится лишней бумажной волокитой. А главное, участие пожилых людей сведется к минимуму. Первое, что надо сделать, это знать точно, какие документы понадобятся для оформления вида на жительство или гражданство России. Чаще всего, говорят в управлении Федеральной миграционной службы, старикам достаточно вида на жительство. С одной стороны, это дает право на бесплатное медицинское обслуживание и получение пенсии. А с другой, пакет документов не такой большой. Здесь достаточно внутренний или заграниченный паспорт. Обязательно миграционная карта. Очень большое значение нужно придать этому документу. Его заполняют при пересечении границы. Ошибок разночтений должно быть в этих документах. Обязательно нужна справка нарколога с прежнего места жительства. Допустим, мы тоже в Украине. И необходимые документы. Если, конечно, они существуют, если их нет, то их желательно восстановить. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Здесь очень важно обращать внимание специалисты проверить документы, чтобы не было разночтений или ошибок. У старых людей это встречается часто, говорят они. Далее, по приезду в Ноябрьск, обязательно надо, чтобы постановка на учет и оформление документов на родителей происходила до того, как истечет срок миграционной карты. Это 90 дней плюс 30, если карту продлить. Если родители настолько немощные, что не могут сами прийти в ОФМС, специалисты приедут на дом. Ведь главное, чтобы они поставили всего одну единственную подпись на заявление об оформлении вида нажительства. Единственное, что, вот здесь вот заявление, непосредственно заявитель должен поставить подпись. Мы заверяем подпись заявителя. Значит, если могут сюда привезти, вот, значит, приводят. Если нет, мы сами, у нас есть служебная машина, мы выезжаем на дом. Выехать на дом может и медлаборант. В спецлаборатории существует такая услуга, вызывают лаборанта на дом. Вот, делается забор крови, проводится обследование. И на основании проведенного анализа оформляются справки об отсутствии инфекционных заболеваний, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. Более того, по телефону в наркологической службе нас заверили, что когда речь идет о старых людях, таких как наша героиня, им тоже могут выдать необходимую справку без присутствия человека. А еще, что специалистов устроит телеграмма с прежнего места жительства, подтверждающая, что на учете у нарколога человек не состоит. Как вышло, что все это доступно и понятно, не смогли объяснить нашей героине сейчас, неясно. Но главное, что другие старики, кто собирается томиться в очередях перед кабинетами, должны знать, что могут переложить это занятие на своих детей. Кирилл Мигель, Ирина Потихина, Виталий Харченко и Григорий Куропсев. Новости нашего города.